Где-то первый, второй. Посмотри, тут все подросла булечку, включили. Ча, это хорошо. Написано, говорят, Бу-5, пошел старт. Все и стримят, и так мы видим. Тайтхантерс, карточка пошла. Потихонечку заезжаемся, смотрим, Демонхантер идет. Ребят, у меня на свиме слышно, нормально, нормально или нет. Скажите, может звука может немножко добавить. Мы смотрим, барак. Мун желтый, мун взял наш цвет. Фоги красный. Поняли, что единственного, кто смог продавить цвет во все время, это конечно Соник. И теперь все выбирают только желтый или красный, чтобы вы знали. Надо бороться за свою мечту и свой цвет, чтобы вошел в историю, как говорится. Смотрим, Фоги красный вверху. Кто за кого болеет, кто хочет, чтобы увидеть корейский финал, или можно сказать европейско-корейский. Но уже минимум, что у Фоги топ-3, это довольно, я считаю, неплохой результат. Смотрим, идут легкие качельки. Бегает Демон Хантер, пытается добить Мола, перчи, перчи, выпали, ничего такой себе артефакт. Тут обычно очень радует, если выпадает церклетка. Выпали Фоги ужасные артефакты. Обычно две топовых церклетки должно выпадать. Если вам выпали на данных стейшенах по две церклетки, вы получаете просто колоссальное преимущество против противника Демон Хантера. Можно сказать, вас поцеловала удача в серьезную точку. Видим, качается у Фоги преимущество под Демон Хантером. Проходит очень нестабильно, не показывает противники, что выпало у Ла Муна. В смысле, там на экране же все нарисовано, смотри, слева, справа, там, ну, слева, справа. Если вы не обращаете внимания и понимаете, что ты имеешь слово, смотрите сбоку, слева и справа написано все на экране. Об этом вещает Михаил. И смотрим, качается. По преимуществу артефакта можно смело оценить, теперь имеет преимущество Фоги. Но он немножко опаздывает, как вы посмотрели, он поздоровался с мертвыми. Посмотрите, какие у него предметы классные, посмотри. Купил серклеточку, жизнь у него есть, армор дополнительный, перчатки даже, наверное, получше плюс пятерки когтей. Вот так вот. И пошел раш. Вот финальный баттл сейчас, возможно, будет. О, вот это, кстати, вот это, кстати, да. Смотри, что барак... Барак не помогает ему совсем. Все, это гг. Или отобьется, думаешь? Ребята, что происходит? Четыре арчи на четыре арчи, Демон Хантер Фоги загоняет муновского ДХО, у него есть телепорт, он должен его сейчас использовать. Я за тебя начинаю кричать уже. Он нам вверх направо попытается... Сейчас, если Мунвелл доделает... А, доделается... Ой, на равных уже, на равных. Он имеет преимущество, он может дать желтому Демон Хантеру ПВП, да, он может давать, может. Арчи пять, пять на четыре, сейчас даст, да, очень сильно, давай, боковой, боковой, эльфийский. Ой-ой-ой, ну все. Справится, справится, ну можно было... Или нельзя было? Магазин на центре, Миша, магазин на центре строится. Сейчас будет умы, умы. Но это неудивительно, кстати, надо додавливать. Потому что минус весь Мунджуз, ты никаким макаром не подлечишься, кроме как ранним Магазом. Поэтому ставишь в центре Магаз, берешь... Муна нету, ребята, и Фогги зажимает центр, он центрифт, видит узы, идет ол-ин. Нету колодцев, но есть третий Демон Хантер, опасная стычка может сейчас случиться у Фогги. А Муна... Подожди, Виспу видел магазин по центру? Конечно, я думаю, да. Окей. Но это не точно. А идет обходит. Есть аптека уже у Муна. Две нужно брать, две бутылки надо брать. Не одну, а две надо было брать. Очень опасный момент. Ребята, смотрите, сейчас будет минус Нага, он выкупит даже, убьет один колодец с Фогги. Вот если магазина не будет, то это лифт, скорее всего, будет. Нет, магазин уже есть, потому что у Муна есть аптечка, светится. В смысле, ты о чем? Это не Мун, это Фогги. Не светится, светится у Фогги. Да-да-да. Гуся у него нету. Да зачем тебе гусь вообще, гусь? Все. Но там третий Димка, там третий Димка, там третий Димка, понимаешь? Да, это очень важно. Просто оборваться в Нагу. Почему не заблочил сейчас Арчу, как ты думаешь? Просветочка пошла, просветочка пошла. Обменялись Монобёрнами. Что делать, что делать, Соник? Вот в такой ситуации. Попытаться, да, видишь, чуть поздно, да, отпускают. Минус Арчи, у нас преимущество по Арча, минус три Арчи у врага. Минус три Арчи. Есть магазин у Муна, да, стоил саверху. Блин, не продавим, да, наверное? Ну, с этим Димоном Хантером сейчас возможно отдать Нагусь. Ему сейчас коварно, отфокусит Фогги Нагуку. Блин. Блин, блин. Отдал, да, стах, смотри, догоняет. Одна, одна, минус одна. Блин. Чатик волнуется, минус две, но третий Димон Хантер, извини меня против второго. Даже в таком преимуществе ты знаешь, что это знает? Что это значит? Т3 прожала Фогги. Он понял, что не продавит никаким Макаром. Да, да, ну никак вообще, даже нет, можно. А сейчас Димон Хантер или там гусь? Там нет гуся. А там бутылка есть, я понял. Да. Так почему сейчас, сейчас на грани же можно было Нагу забрать, не? Не, не получится вообще никак. Ну, колоссальное преимущество, три против один. Никто не ливнул, ребят, снова наливаем, как говорится. Сделал стаф, полечился. Может свиточек сейчас в магазин забрать, а? Дальнейшие действия игроков, как ты думаешь, Миша, что будут делать? Меткость и продолжать пушить Фогги будет. Свиток возьмет и будет пытаться додавливать. Нет, сейчас стычка на центре будет. Магазин нельзя давать. Важно, кто перекупит инвулку, тот, возможно, и выиграет, видишь? Муд наламливается. Так. Фогги за счет магазина, да, перекупает инвулку. О, нет, свиток, я решил свиток купить. Так, ты немножко впереди, я попробую по это самое. Ну, ты сейчас и стримишь с этого. Да, с БакТу Уоркрафта. А у тебя какое там качество? Ну, обычно. Обычно? Просто тупо стандартные стримы, все. Окей, окей. Ничего не меняет. Блин, ну ты симоноберный на 100, очень беспокоит меня, конечно. Очень беспокоит. И ничего не сделает. Смотри, Тетя, просто... Ай, какая боль. Ну, у нас Арчи прям преимущество дикое. Много, но по героям-то мало, Миша. Видишь, просто смотри. И еще когти плюс 6 и... Светок лечения хорошие. Хороший, хороший. Ой-ой-ой. Нагу заберем, не заберем? На тоненького. На тоненького. Минус нага. Да, да. Да? Е-е-е-е-е-е. Неплохо. Неплохо пошло. Я думаю, надо с меткостью продолжать сжать. То есть сейчас магазин забрать, купить еще парочку бутылок, если там есть, конечно... А шоп, шоп. Шоп за счет магазина надо забрать быстро. Минус сейчас не поломится, ноги нету. Вот. Можно отойти, поднять шоп, чтобы не терять поинтов. Ну, это вот да, не сделало, видите. Очень важно набить третий. Без третьего раш это всегда опасно. Лайтинг щилд оставляет, видишь как. Не знаю. Так, а до второго свитка нам еще долго ждать, да, получается? Ну, получается, да. Ну, по-другому, ты видишь, что опять-то ИС-6, сол. Бо-5, Бо-5 в чатике написали. А наверху написано на экране, смотри, по центру Бо-5. Так что нас ждет полноценная серия, большая-пребольшая. Отдает вынужденно магазин, но берет за то предмет хороший справа. Возможно, даже это плюс. То есть это гарантия, что тебе... Что там выпало ему? Блин, какая чушь. Доргу взяли, доргу взяли. Ой, опасно сейчас будет. Ну, почему ты Берн-то не делаешь-то, ё-моё. Принимают его. С третьим героем это очень плохо. Какое преимущество было вначале, ладно. Ладно. Нам нужно каким-то макаром соединиться с Патмой. Да-да-да, я не знаю, как здесь сражаться. Не знаю. Ой, все обрывается, смотри. Арча пела, скелетик пошел. Вилли скерри, это говорит. Да, страшно. Все же вторая. Не уйдет, походу. Волнительный момент. Мага урывается, смотри. Демонхантера немножко отпустили. Сразу его приняли. Очень много. Сейчас с Патмой мы соединимся немножечко. Патма с Аурой, Патма живая. Может быть получится... Хотя все равно не надо... Ну куда ты Арчи отдаешь на ралли-пойнте? Е-мое. 44-43. Сравнялись они все уже по лимиту? Ну как бы да. Сейчас надо свиток, наверное, взять. Ну у Формифа немножко преимущество появилось за счет Ауры. А у того за счет скелетиков. Любопытно, что Арба у Мона видишь у Димки, а у Фогича все-таки у Наги. И почему у Наги, а не у Патмы? Это такой вопрос. Передал сразу. Передал сразу. Окей, хорошо. Ну, укладал. Пошли качаться. Но как ты считаешь, в таком вот матчапе и по преимуществу Ахчей, кто сильнее, Даркатер этим героем или Жрица Луны? Так от лимита зависит. Если будет 50+, то скорее всего Патма лучше. А скелетики не играют, думаешь, большую роль? Большую роль играют, особенно когда лимит небольшой. Но дальше попроще будет. Финальное мнение, по сути. Ну, если, я же говорю, если будет хороший лимит, типа 60, то Патма будет гораздо полезнее, чем Дарка. Ну, 50-50, значит, получается, принцесса повеселее будет. Ну, давай мы сейчас узнаем все-таки, кто был прав по финальной счет битве, 1-0 или не 1-0 будет за кем. Блин. Нага идет, отманивает. Выходит, Мун поджимает сверху желтый цвет, очень важные точки берет. Обратите внимание, что там еще лорница делается, лорница, лорница делается. Да. О, Хиллвард, отличный. Просто. Тут еще поинты выпадают. Подожди, аж... Ну, в такой ситуации, когда они разбегаются и крипят, тут как раз 2-3 точки есть. Я думаю, что Хиллвард самый лучший артефакт. Что там? Ну, понятно, не циклон. Там камешек жизни. Даже, ну, камень маны, понятно, здесь почти никому не нужен. Вот, пошел. Баталия. Фоги очень хорошо прокрепился за это время, кстати. Ой, добивает Моноберном, но пропускает Берн. Очень битый, Димка, смотри. Да, да, Мунобитый. Он поднимает. Отпустил лагу, далеко нет стафа. Или не будет? Будет, не будет. Стафа нет уж. Стафа нету, е-мое. Опасно. Вот видишь, если, например, вырывается вперед Димка и начинается вот этот вот стандартный замес, ну, когда Дима танкует, а не Арчи танкует, то Рейнджика вообще тебе не нужна, получается. Получается, да. Ну, Хелл Уайт хороший. Ну, Мун вообще как-то играет без стафа даже, как-то чувствует что-то. Ну, и ставит базу вверху, если правильно понял я все, Мун. Да, база, смотри. Фоги не ставит. А, у него нет вообще оснований ставить базу, на мой взгляд. Ну, это Мун, ему не нужно оснований, чтобы ставить базу, я понимаю. Да, поджимай, Мун. О, можно крипджекнуть, крипджекнуть, сейчас хорошо, можно крипджекнуть, не уйдет здесь. Алло, ну, делай Бёрн первым, пожалуйста, Фогич. Там лимита меньше, плюс два скелета. До РК, если отдашь, то все. До РК, минус сразу, став появился у него. Так. Арчи начинает. Ну, сейчас. Хилвард хороший, хрен его перебьешь. Демонхантер вражеский. Нет, пробегает, пробегает, пробивает. До РК подбегает. Еще минус Арча. Ай, опасно, что у нас там? Минус Нага, смотри. Или плащик, или плащик, плащик, может быть. Нет, минус Нага. Минус Нага, хорошо. Вражеская. Наша ушла на последних хитах. На тоненького контролит, а. Черепахи нам помогают, хорошо. И нет смысла прятаться, там сова Мун прячется, а над ним сова, он как бы ничего не подозревает. Не знаю, должен осознать, в жрицу ворвался, там инвулка. Очень много скелетов, видишь? Ой, Патма, Патма, да, скелетов очень много. 36-34, Муна станет, сейчас экспандент. Минус Патма, может быть. Нет, отдал. Блин, опасно, сейчас еще окружить диму могут. Окружает Муна. Нет, вышел, вышел. Мун окружает Фоги. Из-за трабл, пишет, очень опасно. А причем, Вард, смотри, стоит, Фогичевский, сова висела тоже. Мун продолжал прятать, прятать Арчи. Нормально, вышел, вышел. Слушай, сейчас Мог увидеть виспом на мастерской Фоги, что бегут виспы на 12 часов. Если он обратил внимание на миникарту, он видел там двух виспов проходящих. Но учитывая то, что он контролил, он мог и не заметить. Да, все может быть, кстати. Но у нас медведи уже пошли, это совсем другой уровень. Да, еще и Грейт лучницам пошел. Мун не спешит с этим, хотя Мог тоже поставить, хотя бы поздал. Подлупить, ну вот такое. Слушай, нам главное сейчас не зевнуть экспанд. Большой хил, хорошо. Ну 52 лимита на 40, плюс 12 есть. Увидел? Лечится. Большой поинт, о чем я говорил, это возможно попахивает 1-0 все-таки. Блин, Фоги, судя по действиям, не знает об экспанде на 12. Причем у него perfect vision, да. У него, блин, есть сова, он не делает разведку на дуэльной маленькой карте. Причем против Муна, который реально может поставить экспанд в любой ситуации, абсолютно. Есть у него преимущество, нет у него преимущества, он может поставить экспресс. Мун ведет Фоги на свой экспан, будет, возможно, финальная битва. Лимита по-прежнему у Фоги больше, плюс 14, ребят. Причем он более качественный, гораздо более качественный. Там и рык у тебя появляются, и риджуф. И жрица не забываем. Колоссальный урон сейчас от Фоги будет просто невероятный, и Муни вообще никак не может держать. Мун просто бегает, пытается взять время. Это правильно абсолютно он делает. Но вот то, что Фоги за ним бегает, это неправильно абсолютно. С медведями можно было даже в размен побежать. Единственное, что оставалось Фоги, возможно, прорваться на главную базу Муна, и на этом не закончить. Но, Арчами-то... Ой, подлечил Арчу на последних этапах. Ой, там зажимают, смотри, Арчи и Муна в медведях, Форкет, минус 2 Арчи. Шикарно. Там минус 2 у Фоги. Минус 2 у Фоги? Минус 1 вроде у Фоги. А чё прячется Нага? Я не понял, там справа она чё там отдыхает. Думает о жизни. Блин. Отлично, минус 5 должно быть. У Муна база Демон Ханта поджимает. Чё-то там вверху какая-то атака пошла. Странно, что собирается Мун делать. У него долпа ресурсов, а при этом продакшена вроде никакого. Что он там будет? Продолжать Арчей делать? Если покажет его базу, нечего ставить, потому что нет дерева у Муна. 297 тысячу голды, он не успевает раскликаться. Возможно пинг, а возможно и нет. Тысячу голды, 1100 на 300. Фоги должен просто ворваться в базу. Да, да, да. Демон вышел вперёд, сзади поджимаю. Да, это овер. Овер! 1-1. 1-0. 0-1. Окей. Дрядка приходит. Ну куда ты, дрядочка маленькая? Ну куда ты, ставь пошёл? Только не бегай, пожалуйста, за ним. Иди на мейн, пожалуйста. Не надо бегать за ним. Я сделил войска. Может быть и правильно. Нужно, не нужно это делать. Да, га-га. Бу-ее-ее-ее. Бу-ее-ее. Фау-е! Да, но Мун-то непрост, понимаешь? Там столько бы эльфов отлетело от первой же атаки. Когда пришёл Фогиш с лучшими предметами, отменил два Мун-Вэйла, минус телепорт, еле-еле отковырялся там Мун. Еле-еле. Еле-еле, как буша теле. Что-то в этом есть, но тем не менее игра стянулась ещё плюс 15 минут где-то. Но раж был отчаянный вообще. И причём там можно было остаться, как и тому игру, оставить севаська, как и выиграть. Но игра перешла в лейт, и до 15 минут добавился переход в Медведей. Мун принял решение поставить второй экспаншен, и за это, соответственно, поплатился 0-1. Ну, слушай, дело не только в экспе было. Как бы, Фогич успел в лорнице выйти, у Муна вроде как деньги есть, а толку нет. Продакшна никакого. Где вайма не хватало? Хантэкс Холл у него был. Кто ж его это самое? Кто ж виноват, что у него дерева не было? Его же не харасили по дереву. Это вообще такое странное замечание. Одно дело, если бы те приходили, виспов убивали. А так ты ставишь базу и не решаешь проблемы с лесом. Чувак, кому вопрос это вообще? Сам. Муну в Твиттере написать нет. Как так? Как так? Как так, так всё происходит? Винг в чатике спрашивает, это запись о реле эфир? Это запись. Всем добрый. На планетной связи я бы говорил. Ну, как говорится, как есть, так есть. Итак, 0-1 за Фогги. Наверное, будет всё 3-1 Фогги выиграет, потом Фокус выиграет Муна и будет финал Фогги Фокус. Как ты считаешь? Михаил? Да, да, да. Ещё раз, ещё раз, что, что, что будет? Фогги выиграет Муна где-то 3-1, потом Фокус выиграет Муна и будет финал Фогги Фокус. Это возможность сценарий. Вполне. Да, и Фокус может затащить как-то, почувствую, почуйки. Киберспортивная оценка данных событий. Видим тут Хэллоуин ещё, две тыквочки. На экранах присутствуют Немо, Рэма и Карсон. Дальше у них ещё был БиДокс, но теперь с БиДоксом всё, походу. Будем смотреть ещё, что из этого выйдет. Очень круто, что развивают WC3 Champions. Иногда добавляют хосты, начали проводить стабильный сезон, уже восьмой. Восьмой сезон, ребят, говорят, даже девятый собирается начинать, они добавили ЛПД. Футман Френзи, даже турниры на Гудгейме уже начали проводить на ЛТД. Первый прошёл вчера. Я не знал, кстати, расскажи, да, расскажи. Легион ТД, по-моему. Да я должен был попасть, но немножко не получилось, потому что у меня сгорел сначала, не поймя имя, что случилось с монитором, потом у меня случилось что-то с матью. И компьютер у меня пошёл, как говорится, как фанера над Парижем. Я очень грущу, когда у меня ломается компьютер, вообще я прям теряю частичку себя. Понимаю. Не знаю, как ты к этому относишься, когда у тебя ломается компьютер. А запасной есть, если что. Ну так, родной-то запасной-то всегда. Ну, по ЛТД людей пришло немного и, походу, перенесли турнир на ЛТД, на 13-е, 11-е. Совсем скоро, на следующей неделе уже будет. Да. Призовые там, по-моему, тысячонка пока, возможно, будет больше, но... Легион развивается, в него играют очень многие люди, и довольно-таки интересно. Посылание войсков и сама математика. По статистике, Мун, типа, фаворит, 60 на 40. Интересно тоже рейс-ранкинг, потому что Мун вместе с Лолайтом на первом месте, среди эльфов, а Фогидж за ними. Идёт. Новых предвьюшек, как говорится, не добавляют на Кап, как вы видите, все еще стоят в футболках Балахонов Голд. Жрица пошла, и так. Теперь Фоги желтый, взял мой цвет, они сделали зум. Жрица, жрица от Фоги. Оп, от Муна. Демонхантер. Как ты оцениваешь ситуацию? Ой, ну, во-первых, стоит сказать, что совсем недавно на этой же карте Фоги играл совсем другой старт, и, возможно, он решил как раз поменяться для того, чтобы не повторяться. И, ну что, инициатива будет за Фогичем какое-то время, вопрос только, как он сможет реализовать. Мне кажется, он будет застраивать чуть-чуть позже, чем обычно, под первое там утро, там, с четырьмя протекторами, как он любит, где-то в районе мастерской. Кстати, как ты думаешь, может быть, здесь Респ в левом нижнем же углу больше места под застройку получается? Здесь же удобнее пушить человека. Может ли Респ на Амазоне, такой вопрос, как тебе, как к эксперту по эльфам, повлиять на выбор героя и стратегии? Я считаю, карты довольно в Варкрафте очень сбалансированные, как эксперт по Варкрафту. И Респ раньше влиял только на Ласт и Фьюджи, потому что был там синий моб, на Ласт и Фьюджи верхний шоп был синий моб с 400 маной, а внизу был синий моб со 100 маной. Это очень влияло на его. А в данном, по-моему, по позициям, даже если посмотреть по геометрии, оценить, заметить, линейкой, либо рулеткой на экране, практически писелька в писельку, все довольно сбалансировано. Это не может не радовать. Согласен. Раз уж у нас есть еще возможность поговорить немножко, абстрагируясь от игры, не исключаешь ли ты по картам побольше? То есть вот сейчас очень много дуэльных карт. Убрали вот Twisted Meadows, убрали Tierry Nass. Ну, на этом турнире он есть, правда, Tierry Nass, и мы радуемся, наблюдая за баталиями с хорошими лимитами. Как тебе кажется, стоит ли в Map Pool добавить что-нибудь покрупнее? Конечно, я считаю. Twisted Meadows и Turtle Rock, это, как говорится, как старые соседи, с которыми ты однажды потерял девственность. Это однозначно. Они добавляют экшен игры, они стягивают игру, можно переходить в долгие острова и мутить всякие, как говорится, темки, что добавляет и иногда изматывает игрока. Но, как говорится, кто проводит, тот и кутит. Кто первый позвонил в дверь, тот, как говорится, получает чай. Окей, хорошо. Очень активно играет Фогича. Он довольно много урона, в принципе, по Demon Hunter'у умудрился поносить в самом начале и сейчас согнал его с точки. Муну, он там добил тролля? Я не заметил. Он взял же артефакт? По-моему, он добил, но артефакт взял мут. Как мне показалось. И жрица вообще просполагает тому, что будет постоянный партер, постоянный, первые 10 минут. Если не навязывать партер, рекреем свою борьбу, то есть шанс, что ты потеряешь очко. В смысле, проиграешь. Поэтому, видишь, как бы присидочка, мут застроился. Очень интересно вспоминаю, опять же, Лавлие, Тоте, Фоге. Ой, смотри, забегание неплохое идет. Нет, уже плохое. Мало хантов. Видишь, ты забежал, потерял. Да, он думал, что Димка там будет... Не так быстро вернется, короче. Странно, что он не воспользовался этим моментом для того, чтобы спасти свою несчастную Арчу, когда Димка ушел. Ну, видишь, это было бы манивает, но не хватает, не хватает хантов, чтобы как бы потясти Арчуркам грудь и сказать, показать, кто хозяин данного положения. И теперь единственное, что остается быстренько закачать центр, выбить топ-артефакты, сделать жрицу третьего левла. Базы, как мы видим, Аптфоги не будет. Скорее всего, будет Тауэр Раш. Да, а там Кипер вторым героем. Магазин Грейт на дальность лучницам, естественно. Ну и надо сейчас брать с собой этих 4-5 виспов, видимо. И как раз Тауэр приходит. Срывать всех, кто есть, видишь, как и предполагалось, лечиться. Но, видишь, он отпустил Муна и дает ему набить третий левел. Это важно, Миша. Это, как говорится, может потом стать очень грустно. Да, потихонечку. Т2 не делает, все, как два лимита собирает. Возможно, закачивает. Но Демон Хантает эти левела, и у него выпадает Лайкен Шилл. Это важный антефакт иногда. Фоги ждет последний свиток, добьет этих нейтралов и будет выходить в ол-ин. С одной стороны, это грустно, с другой стороны, не было подпилено ни одной арчи у Муна. И это может сказаться на дальнейшем лейте, ребята. Поэтому, если вы играете в такие стратегии, где вы играете жрица против Демон Ханта, вам обязательно надо подкосить некоторые войска у эльфа. Если вы не закосите ничего, значит, вы ничего не принесете, как говорится, в свою копилочку. А играют ребята, чтобы вы не забывали, призы практически за 7 тысяч долларов. Неизвестно, как они придут, но они есть. А что на самом деле, мы никогда не узнаем. Если не напишут это, они говорят, вы игроки. Но, тем не менее, восьмой сезон двигается, значит, все с призовыми нормально. И, возможно, будет дальше. И, как мы видим, как мы предсказывали, обсуждали, идет Талараш от Фоги. Да. И там был заказан сначала Кипер, которого Мун отменил. И когда у него появилась возможность... О, Латникщилд неплохой был от нейтралов, которые сыграли в пользу Фогича. Взял Бестмастера со свиньями. Очень хороший выбор. Фогичу нужны виспы для того, чтобы его законтрить. С Витекс защиты пошел. Контреска отконтраливается. Что будем делать? А, и там подтупливали немножко тролли Триарчи. Да, дело в том, что по лимиту на данный момент у Муна 46 на 40, но там три, четыре пушки мы видим. И опасно вот эти карты тем, что можно всегда нанять Камикадзе. И не знаешь, кто первый наймет его. Угу. А очень, видишь, как говорится, хорошая, хорошая стена дамага у Муна. И все, Фоги уже не может вылазить от пушек. Только, только протекторами. Остается, кто первый теперь нанимет Катапуль, тот и побеждает. Лимит-то плюс 12 у Муна, но уже появляются четыре пушечки у Фоги. Миш, не молчи, я волнуюсь. В духу тебя там что-то... Да я сам-то уже волнуюсь. Но я смотрю на игру, и мне за Фоги уже страшно. Его стратегия, кажется, не принесла ожидаемого результата. Мы увидим это по финальному тому, кто напишет на табло, кто победил. Пока, пока переживать еще рано, но уже, видя, что появилась первая катапульта, стоит натирать, как говорится, ковер и мышку. Пошла первая катапульта, а мы видим, что у Фоги не едет вообще никакой юнит с базы к базе Муна. Поэтому любая катапульта уже колоссальное преимущество. И уже пол пушки он сбивает, он поднимает три пушки. Это плохо, потому что... Сразу нельзя все подниматься. Сорваться и убить просто первую пушку под ноль. Очень хороший дробчик. Летает Дейжабль. Вот, ползут, скорее всего, ханты по центру. Потому что я чувствую это по мувингу. Он попытался ворваться в жрицу. Ну, убивает одну пушку. Сейчас просто ему надо убить вторую. И у Фоги единственное, что можно сделать, это отступить и перекупить свитки. Попытаться хотя бы две-три катапульта дождаться. Но, видишь, не получается. Если он уйдет, он оставит пучки. И на этом будет завершение. Подожди, у нас там один протектор в тылу стоит. Зачем он стоит? Почему он здесь стоит? Он забыл четвертый протектор. Возможно, забыл. Возможно, опять же, соседи. Всегда могут отвлечь в любой момент и сделать счет вместо тебя 1-1. Очень, не знаю, нестандартный, по-моему, выбор. Выбор, выбор тактики был у Фоги. Но еще рано подъехала, наконец-то, первая катапульта. Но уже лишился две пушки. Там свиток лечения. Очень удобно Муну покупать. Да. А у нас спатма такая уже красная. Нам лечение бы тоже не помешало. Ой, минус мисс бист, может быть. Нет, у него есть мисс бист, он по-любому успеет уйти. И четвертый Даманхантер, о чем я говорил, очень тяжелый становится, потому что у него уже два миса и колоссально сейвит. Есть убил катапульту, по-моему. Нет, не убил. 46-31 здесь уже нет продолжения. Убил катапульту. Дал время, немного тянул. Барак бы убить очень важно. Алдарь убить все хорошо. Сейчас вообще без Мунвейлов очень сложно будет лечить героев Муну. Теоретически можно как-то здесь додавить, как думаешь? Ну, 11 утра как бы, да. Нет, 11 минут, время игры не видно. Ночью скоро будет или не будет. Ну, давай катапульту не подставляю только. Патму не подставляю только. Ну, он в дропе может улететь, но пушку никто не спасет. В Даманхантера путь на пашечку. Да, минус вторая, минус третья, минус четвертая. Стафа нету, но дропы пошли. Дропы, колоссальные дропы. Видишь ли, что мы обсуждали, хорошо ли застраивать или нет. Как ты считаешь? Пытается, пытается демона убить. Демон! Демон улетает. Можно сбить. Можно сбить. Сбивает? Да, сбил. Ииии! Почему не побежал вперед к нему? Сейчас минус арчи все, смотри, еще не все. 30 на 30, лимит сравнялся. Капец. Еще два кота! Два кота подблочь, подблочь! Блин, я его уже похоронил! Ой-ой-ой-ой! Да ладно! И там нету барака? Там нет алтаря. Алтаря не барака, алтаря там нет, самое главное. Алтаря нет уже, конечно. Охренеть! Ты в шоке, что ты чувствуешь? Ну зря нырнул Мун вот в тот момент. Надо было спокойно отбивать протекторы, а он слишком нырнул за потмою, за баллистами. И очень много времени потерял. Нырнул в пещерку. Да, да, да. Не ныряйте, ребят, в пещерку. Никогда не знаешь, чем может закончиться. Зачем Арча здесь? Зачем здесь Арча, скажи мне? Ну теперь нельзя же ничего делать, кроме АЧ, потому что это быстрый лимит, понимаешь, катапульта очень долго строится, едет, а Арчи бегут как бешеные. Как и ханты с катапультами. Ох, не сдаётся. Два протектора у нас. Мы убили уже пару Мунвэлов. Мун их выстраивает слева. Лимита у Фоги уже больше, 39 на 31. Подкапывается протектор. У Муна нет нормального способа убить протекторы вообще никак. Я просто не вижу, есть ли Хантерс Холл, где у Муна его... А, его убили. Его убили в самом начале, на мастерской. Тогда... Это было нормально. Выкупил без ста подожди, ещё красная какая-нибудь Патма. Очень много протектора дают урона. 33 у Фоги больше, у него две пушки. Да, 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 протекторы здесь. Просто масить Арчей, всё. Панды нету, в принципе, Мас ничем не убьёт. Блин, как же я волнуюсь за него. Как он... Ну это да, это Мун нырнул, так хорошо. Там же ничего не оставалось у него. У него Патма, два баллисты, всё коцанное с одним держаблем, всё. Но тем не менее... И он вот-вот-вот... А там было там шесть Арчи, там дриады какие-то, два героя живые. Да. И там разница была лимитов 15. Я, ну, как бы... Сейчас с Демон Хантеру плохо уже. Ну, без мастера третьего, ну, не знаю. Светок лечения. Ну, перехват его сейчас будет, видишь? Вот, дрицу выпустил. Аккуратно, 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 аккуратно. Третья пушка, да, ещё надо две пушки по-любому ставить. Колоссальный урон они у нас. Диспел. Всё, без мастера и продиспелить. Без маны. Кабанчик, если дроп собьёт, он может ворваться в дрицу. Минус Арчи сейчас можно сделать, минус, давай. Ну, хотя бы, давай... Ну, блин, стрельнул бы разок, ну чё ты... Катапульта увидел. Убьёт катапульту. Это плохо, да. Не показывает базу, как там сносит катапульта и пушка. За свитком пытается Патма прибежать, но там же всё перекупалось постоянно, Муну, нет? Да, перекупалось, конечно. Конечно, правильно, что ты заметил. Ну что ж, АВ2-0! Купил, 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 есть свиток. Главное не отдать её на ровном месте. Ну, дирижабль сюда... А, персоналка, молодец, правильно. Ой, сейчас всё, сейчас свиток такой, бах! Давай, под контроль Арчи, ну под контроль. Свиток, молодец. Ещё за протекторы, за протекторы, за протекторы. За протекторы. Хорошо, минус Арчи одна там. Дирижабль минус, но мы выкинули там всё нормально. Димка очень битый. Димка очень битый! Минус Дриадка. Бисмайстер тоже очень битый. Три пушки, это не за все. Бегеть, да, уже здесь нет. В магазине достроится Бисмайстер минус. Сейчас кто-то ливнет! Блин! Представляешь, какая воля к победе у Фогича? Потому что я блевнул там уже. То есть мы там его с тобой уже на пару вроде как даже похоронили Фогича, помнишь? Один момент, да, да, да. Так полностью поддерживаю. Ребят, не заходите в пещерку слишком глубоко. Я напоминаю, это стрим. В СТИ Чемпионс, сезон восьмой финал, стримит Майкер. И Соник. Вот это да. Конечно, Фогичу респект. Забавный момент вообще был. Ну вот, он при этом забыл про текторы просто. Представляешь, насколько он там погружён был. Ну смотри, он его, может, и сохранил, эту игру, благодаря тому, что он мог его зацейвить и подвести потом. Слушай, тогда можно было там подстроить ещё две хантрески с собой, но не брать с собой в бой, по той же самой логике. На базе их оставить просто, а потом хопа, и засадный полк выскакивают они. А почему нет? Так выигрывались, как говорится, великие битвы. Два всё-таки сейф-юнита смогли сделать ветер. Да, понятно, что читаешь, то и видишь, то видишь, то и читаешь. Как написал писарь, так писарь и написал. Итак, будем болеть, чтобы взял каточку Мун, как-то мы за пятую расу в мире немножко расстроены. Да, мне на самом деле нормально. Приятно видеть, что Фогич за это время... Для него же Мун кумир, и он как бы встречается и... Возможно, теперь кумир у нас будет другой, но мои подмышки немножко вспотели. По-моему, растут у меня водоросли, но это не точно. Но это не те, которые кислород дают. Я, подожди, я открою балкон для того, чтобы жить подольше. Слушай, свежий воздух пошёл к вам? А ты лабораторию специальную не мониторишь, чтобы знать, какой у тебя воздух? Продолжай, пожалуйста. Удачно я зашёл Каменский. Ты уже очень много пропустил Каменский, на самом деле. Не очень удачно зашёл. Но я думаю, что самое интересное впереди. Почему вы называете баллисты катапультами? Потому что, запомни, так как мы уже не первой свежести крови Варкрафта, в 2010 году и 2005 это всегда были катапульты, чтобы ты знал. И теперь мы знаем, что ты молодое поколение, а мы олдскулы. Деда скулы, я бы сказал. Деда скулы. Привет, FoxM. Всем, друзья, добрый вечер. Действительно, баллисты в Варкрафте в роке, если вы... Если вообще вы помните второй Варкрафт, откуда, собственно, и появились баллисты, именно в таком виде, в котором они появились в третьем Варкрафте, вы бы увидели, что они кидали здоровые-прездоровые болты, такие вот прям большие стрелы, кидали. И только в где-то середине ТФТ, когда... Кажется, там судились близы с кем-то, то ли с Вархаммером, то ли с какой-то из вселенных, то ли с Вальви, черт его помнит. Короче, визуальный стиль эльфийских баллист, и назывались они баллисты, поменялся, и начали они кидать не болты, а глейвы, те, которые кидают в хантреске, только в увеличенном размере. И начали называться они глейв-троеры. Глейв-троеры. Типа, ну, вот это... Бросатель глейвов. Вот. С Вархаммером, говорит Каминский. Поэтому те люди, которые играли в Варкрафт с самого начала, для них баллисты остались баллистами. Вот. Поэтому Соник вот так вот сумбурно рассказал, но, в принципе, идентифицировал человека он очень правильно. Одним словом, Миша рассказал для меня историю, которую я впервые вообще слышал, но ладно. Я в шоке, ребят. И такое было... Подожди, ты же в рок играл же, в рок играл, я помню. Рок же был позже, раньше была Варкрафт с инопланетными тарелками, где можно было вызвать НЛО. Да, можно было. Опять, Демонхантер. Возвращаемся в игру. И Демонхантер. И Нео повисок. Ливой! ШВ, шВ! Так. Эли Кин, привет. Там новые товарищи. Нет, цирклетка. Цирклетка, это хорошо. Че ты радуешься, слышь? Я хочу, чтобы было 2-1. Честно, я открою. А потом 3-1 заходим. И так, бежит. Нормально подпушит. Плюс 6 когти. Не, Варкрафт СНЛО с Ворли, это Варкрафт 2000, неофициальный Варкрафт 2, насколько я помню. Поэтому. Ты тоже щегол, ведьма не застал этот Варкрафт. Там был какой классный туман войны, помнишь? Первый, который там открывался так плавненько-плавненько. Это был такой просто... Ну ладно, неважно. Демон Хантер подпушивает. Ну, такое. Сейчас его поджимают. Смотри, минус арча будет, добегает Мун. Да, минус арча. Очень плохо вообще. Ты уверен, что ее... Очень хорошо, да? Отпустят же ее сейчас. Выпустят, но потеря 50% жизни, это очень плохо вообще. Очень плохо. Так, как-то вообще Фогги, смотри, что творит, ведет магазин на лагерь наемников. Вот этот парень не останавливается. Мун запутался во всем, но оббегает, что-то у него чует, а он виспом подсвечивает, прикинь, он виспом видит. Да, вижу. Виспом видит. Он, видимо, этим виспом и увидел, что побежал на точку крепить изначально этих троллей к Фогги. Да. И теперь стоит Пуффи, смотри, виспа, виспа чекает. Вот это очень опасный момент на этой карте вообще. Если ты виспа не видишь, он тебя видит, а ты его нет. Это всегда вот поднимает, видишь, он его видит, вот и все. Смотри, что сейчас будет. Ой, очень опасный момент. Фогги перекупает, конечно, троля. Накали в лицо. Ой, шляпка. Ой, мама, ой, рыба, рыба. Увидел, подбегает, врывается. 50 мадо. Да, врывается, троля очень важного. Сразу ТП, да, это минус мараг. Минус бараг, минус батя. Минус батя в доме. Блин, он его бьет, он сейчас... Ты что делаешь? Подожди, а почему Фогги сейчас телепортировался? Ну, потому что его поджали. Ты что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, плюс 6. Ой, супер носок взял. Какая-то похлеще, чем бабушка сшила дома носок. Плюс 6 носок выпал. Господи. Позвони мне утром, когда я буду встану. Ну, как говорится. Носок плюс 6, ребята, это дикий дисбаланс вообще. Ну, бараг хоть не потратил, но плюс 4 юнита есть еще. Сейчас Фогги должен забрать магазин, но смотрите. Мун подсвечивает, он стал в центре, сейчас будет минусовой челочкой, и будет ей камень, камень, камень в плащ. Да, поджимает иллюзии. Сразу магазин имеет смысл брать или нет? Берет нагу первым. Вообще, сейчас после вот этой вот атаки Мун перегруппировался, и... экипера берет, да? Да, возьмет, попытается магазин... Смотри, иллюзию грамотно подставляет под разведку. И Мун купился на эту иллюзию. Фогги выиграл время, забрал сразу большой инвульчик, подрезал. А почему не стал докрепливать? Он же видит, что Муна здесь рядом нет. И Мун проклацывает Т3, а у Фогги как бы заминочка легкая. Но очень важно забрать эти два магазина по поинту. Вот сейчас Муна могут поймать и приезжать, как говорится, заляшать. Да. Обходит, обходит. Увидел, надо обходить. Минусная. Уже сеточка есть. Еееее, еее, еее, барак. Так, Дэмонханта... Нет, нормально. Обменялись. А сколько плюс 6 это просто? Но здесь у нас плюс тролль, что хорошо. Минус барак у Муна тоже. Так что сейчас, скорее всего, игра даже выровнялась. И с плюсом у Муна только побыстрее Т3. Ну, не сильно быстрее. Так что, наверное, не так критично это. Как тебе вот эта вот тема, что решил он взять Магас, а не пытался за этого Ограса, в смысле этого Голема сражаться? На самом деле, я не понял, потерял ли Фоги барак, этого не показали. Но Муна барак точно потерялся. Потерял, потерял. Фоги свой барак отвел и засейвил его, но что-то где-то он его потерял, походу. Как-то так, всегда очень важно вообще в играх Эльф против любых рас держать барак до самого-самого, как говорится, нужного момента. Все-таки спас он этот барак, да, получается, вот он здесь на магазине? Вот он, вот он, да. Он его не потерял, что просто ты сказал, тоже. Хорошо, тогда я. Я думал, что я упустил этот момент интимный. Ну и видишь, он его использует под назначению, как говорится. Очень важно это. Ну, от третьего левла, да, набил, набил. Есть преимущество 2-7 против 3. Что делать дальше? Для красной еще рановато? Да. Но он не стесняется, лезет. Вообще, в целом, если у тебя есть третий левел, можно. То, что противник не будет знать, что ты настолько наглый. Видишь, он не отводит наглую, делает колоссальную ошибку. Нет, набивает, успевает. Окружил, хорошо, молодец. Третью левел не чувствует этого давления. Просто чувствительность потерял. Что за предмет у нас? Хороший предмет. Вообще. Шапка ожога, как говорится. Это очень важно, дебют-гадыр. А как думаешь, все-таки 5-5 нужны, типа, сила и ловкость? Ну, если мы говорим там о медведях, на медведей, что лучше, клок все-таки или агила-сила для Димки? Я думаю, клок или агила-сила? Ну, наверное, агила-сила, но в больших лимитах очень важно херакил и уровень атаки героя. Потому что за счет того, что два героя наводят на одного, допустим, Нага замедляет, Демон Хантер с арбой дает. А медведи, как бы, они, ну, левые бегают между собой, там, перекрикивают, такие трутся. И поэтому, вот, о чем я и говорил, что это должно быть два гиль, и данная победа будет именно за Муном. Потому что даже по героям, у Нага выпала плюс 6, у Муна есть супер бабушки носок, плюс у него есть атака, и Демон Хантер, просто смотри, сейчас этот момент, он кидает на него, видишь, омоложение сразу, понимаешь? Мун не так сильно выгребает, там есть когти, носок мамки, носок бабушки и еще целая клеточка, по-моему. Ну, смотри, есть и минусы у этого Димы, у него инвола нет, бутылок нет, и он, как бы, может проводить... Ну, грубо говоря, не нужен, он просто идет атакующий, видишь? Да? И все, потеря... Минус, минус первый медведь, между прочим, у Муна. Очень важно, дроп пошел, и посмотри, видишь, как выгребает просто. Кто выгребает? Свиток, прочитал Фогги, Фогги здесь смотрятся, на мой взгляд, значительно лучше. Ну, нет, там есть инволка, вот сейчас, видишь, не продиспелил, минус... О, инволка. Ищ, неужели пропушит? Серьезно, не может такое... А там надо ставить себе Димку. Димку ставить надо, Димку сразу после инвола ставить! А, там 15 секунд. Видишь, у ПП нету, вот и все. Да-да-да. Надо убегать. И НО, повис! И все. Блин, ну что ж ты... Теперь в глубинку залез Фогги. В глубинку залез Фогги, все повисло. Да ё-моё, ну что ж вы делаете? Сука! Верни Игору! У тебя тоже все хорошо? Да-да-да-да. Дима, минус! Что? 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 Ты видел? Ты это видел? Так... Ты видел? Ты видел? Да, видел. Ну как я увидел? Непонятно было. Ну как непонятно? Зачем ты трогал там плеера? Это у них же проблемы. Я ничем не трогал! Ну что у тебя там опять не так? У тебя ничего не упало. Ничего, у меня все стоит, нормально работает. Ну все, теперь у меня тоже заработало. Хорошо, ну ты там следи, пожалуйста, чтобы не падало ничего тебе Надо допивать, что ты стоишь, думаешь, что Фогич, давай, алло, 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 в бой В бой 50 на 404, неужели это 3.0 будет, это впервые на моей памяти Представляешь, Муна, и ты мог, кстати, Муну 3.0 шатнуть, мог же? Да не, ну не было никогда, не буду врать Ну я говорю не про было-не было, у Фогича тоже, может быть, не было Но мог же Ну вот сейчас-то будет, походу Похоже, да Это, как говорится, подержать за яйца, в смысле за... не за яйца, а не было Кто-то лимнит сейчас! Шауээээ! Три-ноль! Давай, выходи! Добрейший души человек Да, это 3.0 Ну что, фокус будет в финале, как я думаю Офигеть Как так, там был бабушка на сок 3.0 Убилейбабл! Убилейбабл! Так... Да, это чудесный игрок! Это чудесный игрок!